Накануне во Владивостоке состоялось открытие второго международного экономического форума. На импровизированной улице Дальнего Востока каждый из регионов организовал свой выставочный павильон. Основные же мероприятия деловой программы форума начались сегодня. Подробности далее. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, министр развития Дальнего Востока Российской Федерации Александр Галушка, министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, руководитель федерального агентства по туризму Олег Сафонов. Российский мест по разнообразию флоры и фауны на площади Дельше. Обрушившийся на прямой лице Клон чуть было не внес свои коррективы в план проведения культурных мероприятий форума. Однако, несмотря ни на что, фестиваль улицы Дальнего Востока был открыт карнавальным шествием и концертом, на котором каждый из регионов представил свой колорит. Праздник начался с карнавального шествия, в котором приняли участие все регионы, участвующие в форуме. Каждый субъект представил красочный презентационный мини-фильм о себе, а также продемонстрировал визитную карточку и творческие номера. С колоритом каждого из девяти субъектов Дальневосточного федерального округа участники экономического форума могут познакомиться на улице Дальнего Востока, где представлены павильоны участников. Каждый регион старается привлечь внимание к себе. Здесь и живые скульптуры, и рыбаки, готовящие рыболовные снасти. Павильон Якутии стилизован под бриллиант, внутри которого можно было познакомиться с уникальным в своем роде экспонатом – мумией пещерного львенка возрастом более 10 тысяч лет, которого специально доставили на форум в морозильнике. Этих львят уже изучают ученые Якутии, разного профиля различных центральных городов России и зарубежья также. Он в морозильной камере находится при температуре минус 20-22. Но дело в том, что его пока нельзя размораживать, пока мы не определились с полным циклом исследований. Нельзя потерять ни одну клетку буквально. Республика Сахая-Кутия тоже достойно представляет свою культуру здесь, на этом фестивале. Прежде всего, это Государственный театр танца имени Сергея Зверева. Это наши солисты театра оперы и балета имени Сорана Амалона и артисты театра эстрады, которые представляют всю многогранную культуру народа Саха здесь, на фестивале. Думаю, что это будет интересно не только участникам Второго Восточного Академического Форума, это будет интересно и жителям города Владивостока и Баймурского. На площадке фестиваля организована зона «Рыбный рынок», где участники форума смогут продегустировать традиционные и оригинальные блюда дальневосточной кухни. На открытой кухне пройдут мастер-классы и шоу поваров. Зона «Город мастеров» познакомит посетителей с ремесленными традициями народов Дальнего Востока.